В критических ситуациях приходится молниеносно принимать решения. Справится ли ваше логическое мышление с такой нагрузкой? Чтобы проверить себя, не нужно нырять в аквариум с акулами. Я подготовил для вас больше десятка экстремальных загадок. Запоминайте, сколько из них вам удастся разгадать. В конце мы оценим результаты. Что вы заберете из горящего дома? Вы возвращаетесь с работы, готовите себе на плите суп, ужинаете, падаете на кровать и засыпаете. Посреди ночи вы просыпаетесь от запаха гари, открываете глаза и понимаете, что квартира горит. Все выходы заблокированы, но, к счастью, пожарные уже прибыли. Вам придется выпрыгнуть из окна. Вы живете на третьем этаже, и пожарные натянули под окнами спасательную сеть. Но прежде чем прыгать, вам нужно решить, что взять с собой. Ноутбук со всеми рабочими проектами или сейф с деньгами? Время на исходе, и вы можете выбрать только что-то одно. Ответ. В подобной гипотетической ситуации нужно брать ноутбук. Сейфы могут выдерживать огромные температуры, так что с вашими деньгами все будет в порядке. Но вы не сможете восстановить данные, которые хранились в памяти сгоревшего компьютера. А еще лучше держать всю важную информацию в облаке, и в экстренной ситуации не тратить время на спасение вещей. Философская загадка для студента Вы студент, и у вас сегодня важный экзамен по философии. Это огромный стресс. Особенно учитывая тот факт, что вы, как и большинство одногруппников, посетили не так-то много занятий в этом семестре. Когда вы приходите на экзамен, преподаватель ставит стул посреди аудитории и говорит. Никто из вас не учил мой предмет, так что у всех одинаковые шансы сдать экзамен. Видите стул? Напишите доказательство, что его не существует. Тот, кто меня убедит, получит хорошую оценку. Что нужно написать, чтобы успешно сдать экзамен? Верный ответ – какой стул? Часто самый короткий ответ – лучший. Спасительные слова Теперь вы – грозный пират, который уже много лет бороздит океан в поисках сокровищ. Вы прибываете на остров и отправляетесь в джунгли. Там вы находите древнюю пещеру, в которой спрятан сундук с золотыми монетами. Но как только вы собираетесь прибрать их к рукам, вас хватают аборигены и ведут к своему королю. Вас судят за попытку обворовать остров и приговаривают к 30 годам заключения. Но король дает вам шанс освободиться. Он просит вас вспомнить органы чувств, названия которых состоят из четырех букв. За каждое слово ваш срок будет сокращен на 10 лет. Вы тут же говорите глаз. Остается 20 лет. Язык. Уже 10. Какое третье слово? Глаз. Второй. Но, кстати, кожа тоже входит в этот список. Достойное увольнение Вы работаете в крупной компании. И вы лучший сотрудник, но ваш начальник подозревает, что вы работаете на конкурентов и решает от вас избавиться. Поскольку вы были ценным кадром, он разрешает вам выбрать, по какой причине вас уволят. Так мило! Что вы выберете, если хотите сохранить работу, но при этом выполнить условия начальника? Скажите, что хотите быть уволенным по достижении пенсионного возраста. Куда пойти работать? Вы строитель и ищете работу, которой сможете гордиться. Вы живете в городе, где две строительные компании конкурируют друг с другом. Они следуют правилу не работать на собственной территории. Вы идете в первую компанию на собеседование и ужасаетесь, какие в офисе плохие условия. Кирпичи, из которых сделано здание, крошатся. Электричество то появляется, то пропадает. И вообще вокруг царит хаос. После собеседования вы отправляетесь во вторую компанию. Поразительно, как там стильно и красиво. Все вокруг новое и работает на отлично. Кажется, выбор очевиден. Куда вы устроитесь? Выбирайте первую компанию с плохим ремонтом. Поскольку обе организации не могут работать на своей территории, а значит, пользоваться своими услугами. Красивое здание было создано первой компанией, а плохое – второй. Противоядие Вы снова в джунглях. Увлекательное приключение превращается в настоящий кошмар, когда вас кусает ядовитая змея. Вы добираетесь до ближайшей деревни, где врач осматривает вашу рану и дает две таблетки с противоядием и еще две таблетки, которые активируют действие этого антидота. Чтобы выжить, вам нужно сначала принять противоядие, а затем катализатор. То же самое следует повторить вечером. Вы кладете таблетки в карман, но… О нет, они одинаковые, и вы не можете понять, где какая. Принять все четыре таблетки разом нельзя, а если вы выпьете два катализатора и два противоядия одновременно, ваше состояние только ухудшится. Что же делать? Измельчите таблетки, смешайте весь получившийся порошок и разделите смесь на две части. В них будет равное количество катализатора и антидота. Почти свободен. Вы опять пират. Вас поймали, когда вы пытались украсть сундук с сокровищами. Но теперь это произошло не на необитаемом острове, а в вашей родной стране. Вы предстаете перед судом, и король зачитывает приговор. Пожизненное заключение. К счастью, он дает вам шанс остаться на свободе, если вы разгадаете загадку. Король сократит ваш срок в половину, если вы поймете, как это организовать. Каков ваш ответ? Правильное решение. Поочередно проводить один день за решеткой и один на свободе. Вам не удастся полностью избежать наказания, но вы сократите срок вдвое. Как починить машину? Вы едете по заснеженной дороге на автомобиле. Пару часов назад механик поменял шины, но забыл закрепить болты на одном из колес. И в итоге оно отвалилось на ходу. К счастью, у вас есть запаска. Но вот в чем проблема. Все четыре болта потерялись в снегу. Помощи ждать неоткуда. Вы находитесь далеко от города, и как назло приближается метель. Что вам делать? Отвинтите по болту от каждого из трех других колес и используйте их, чтобы закрепить четвертое. Каждое колесо будет держаться на трех болтах. Этого вполне достаточно, чтобы добраться до автосервиса. Спасение от пожара. Вы находитесь на небольшом необитаемом острове. Светит палящее солнце, и вся трава высохла. Поэтому вскоре на другой стороне острова разгорается пожар. Пламя мчится прямо на вас, потому что ветер дует как раз в вашем направлении. В воде вам не укрыться, море кишит акулами. Кошмар! Похоже, сегодня не ваш день. Как же остаться в живых? Вам нужно продвинуться от берега в сторону огня. Но не переусердствуйте. Потом подожгите траву. Ветер разнесет пламя в сторону моря. Подождите на пятачке между двумя огнями, пока ваше пламя не дойдет до воды. Теперь идите к берегу. Изначальный пожар до вас не доберется, потому что не останется травы, которая может воспламениться. Затерянный в пустыне Вы путешествуете на воздушном шаре. Как вдруг сильнейшие порывы ветра уносят вас далеко-далеко от места назначения. Буря стихает, и вы приземляетесь посреди пустыни. У вас есть лишь одна небольшая бутылка воды. Хорошие новости. Вы знаете, куда идти. Плохие новости. По вашим прогнозам, путь займет минимум три дня. Как же вам выжить? Ответ. Передвигайтесь только ночью. Используя ткань шара, смастерите себе навес и спите под ним днем. Ночью температура в пустыне падает, а значит вы будете терять меньше жидкости. Семейное состояние. Ваш отец богатый аристократ, который хочет оставить вам огромное наследство. Джекпот! Но он желает убедиться, что вы сможете с умом управлять деньгами. Чтобы вас проверить, он просит разгадать загадку. Как бы вы прокормили семью, если бы у вас было всего три доллара? Вы бы купили дешевую удочку и стали рыбачить. Хорошо, а теперь результаты. Если вам удалось разгадать от нуля до трех загадок, вам нужно потренировать навыки мышления в экстремальных условиях. Ситуации, требующие быстрых решений, не такая уж редкость. От четырех до семи правильных ответов. Вы умеете быстро думать и не паникуете в чрезвычайных ситуациях. Еще немного практики и вас не остановить. От восьми до одиннадцати решенных загадок. Вы мастер логики. Ваши навыки и стрессоустойчивость помогают вам быстро решать сложные проблемы. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.